Но придется в тюрьме посидеть. Это абсолютно наказуемо. Есть две вещи, которые очень плохие, которые садят в тюрьму. Это убить человека и не заплатить налоги. Но не заплатить налоги это хуже. Потому что когда ты одного человека убиваешь, ты одной семье возможно, одному человеку делаешь плохо. А не заплатив налоги, 90 миллионов человек страдает. Такая логика у них. За это наказывают очень настолько. Ты платишь налоги? Конечно. Нельзя без этого. Привет. Так, мы начали свое спонтанное интервью. С Василием, он живет в Германии. В Берлине. В Берлине. Сколько? Уже четыре года живу в Берлине. Пять лет в Германии. До этого живу в Франкфурте на Майне. Тоже очень большой, красивый город. Финансовая столица Германии. Чем ты сейчас занимаешься здесь? Сейчас я учусь и работаю инженером, ученым своеобразным. Не своеобразным, а ученым. В области машиностроения работаем над современными проектами в области и местной обработки металла, материалов с помощью нетрадиционных источников. Таких, как, например, углекислый газ или резко под водой. Скажи, расскажи коротко о том, как ты вообще попал сюда, в Берлин, в Германию. Ну, мотивация на третий все в этом курсе университетов в Киеве. Ну, видать мир, себя показать, чему-то поучиться. Посмотрите, как там живу все-таки за этим неизвестно красивым, богатым бугром. Был план, появился план. Сначала появляется мечта, потом цели становятся, потом реальные действия. Конечно, в пути к дороге пришлось потрудиться, но результат, я здесь, цели выполнены, нагляделась. Спасибо. А вопрос такой, расскажи, ну, не вопрос, точнее, а твои впечатления о Берлине, о Германии в сравнении, может, с теми городами, где ты раньше жил, с теми городами на Украине, которые где ты раньше жил? То есть, однозначного и объективного какого-то суждения нельзя дать, потому что параметров слишком много. Берлин сам по себе очень красивый большой город, очень-очень зеленый, самый зеленый в Европе. Организовано все достаточно очень круто, то есть, и общественные передвижения, и... То есть, все для людей сделано, то есть, это правда. Берлин, по сравнению с другими же городами Германии, не самый богатый город, не самый красивый, возможно, город, но Берлин самый-самый разносторонний. Каждый район — это чуть ли не новая страна. То есть, новые люди, новые... Архитектура даже очень отличается. Особенно, как говорят, Запад, Восток — это до сих пор разница ощутимая. То есть, едешь на Восток — ты сразу в Советский Союз попадаешь. Хотя, современный очень Советский Союз, очень такой хай-тек Советский Союз. Но следы остались еще. То есть, едешь на Запад — тут уже все очень по-буржуйски, по тем временам, красиво, дорого. Вот. И, что самое примечательное, в Берлине нет одного центра — их три. То есть, это там, где мы сейчас находимся — это Западный центр. И потом, где вы вчера были, на Александр Квати. Это восточный центр. Называется, восточная Германия. И куда вы еще не попали — это Фостдерплац. Это оно как бы графически по центру находится. И является тоже одним из центров. Очень-очень красивое место. А ты живешь сейчас где, получается? Я живу сейчас на Востоке. Я уже пожил, в принципе, во всех районах. Грубо говоря, и на Юге, и на Западе, и на Севере. Сейчас я живу на Востоке. На Востоке? Да. Да. То есть, там такой частный комплекс. Да. То есть, дома частные стоят. Безумно красиво. То есть, тихо, спокойно, красиво. Дома — это идиллия. А добираешься как-то там? Добираешься. Расскажи коротко. В Берлине вот очень мощное велодвижение, велоинфраструктура. Как ты используешь ее, и насколько безопасно это? Велоструктура — да. То есть, все сделано для велосипедистов, но не только в Берлине, но, в принципе, по всей Западной Европе. Если вы будете в Голландии, то замети, как там все это происходит. Там, по-моему, еще выше уровнем это дело поставлено. Я лично тоже передвигаюсь очень часто на велосипеде, потому что это реально бывает быстрее, чем с помощью общественного транспорта. Потому что, опять-таки, дороги очень хорошо сделаны, трассы тоже проложены. Прыгаешь на велосипеде и едешь к цели. Опять-таки, велосипеды можно брать с собой и в общественный транспорт. То есть, это получается в два раза быстрее. Те промежутки трассы, пути... Ну, это, наверное, только про поезда, потому что нас в автобус не пустили. В автобус не пустили, да. В автобусе нельзя, потому что автобус едет по дороге, велосипед тоже по дороге. Соответственно, надо ехать по дороге на свои колеса. По рельсам, да, можно ехать и с велосипедом. Такое отличное. Василина, еще вопрос такой. Про велосипеды мы спросили. Про город спросили. Про чем занимаешься? Про русских Берлини. Расскажи вообще вот про круг общения, с кем ты общаешься, и много ли среди твоих знакомых иммигрантов, скажем так, или твоих соотечественников. Вообще, в Берлине около 300 тысяч русских. То есть, это самая большая популяция русских в Германии, и, наверное, вообще в Западной Европе, мне так кажется. Вот. Основанно, опять-таки, восток, где русские живут. Есть отдельные районы также, где очень-очень много русских. Вот. И опять-таки, есть разные категории. Есть представители, которые, скажем так, по разным параграфам переселились сюда. Скажем, там есть еврейская статья, есть еврейская, есть статья беженцев, есть статья еще-еще-еще чего-то. А есть просто вот люди, которые, ну, интеллигентские, скажем так, студенты, которые начинают сюда учиться, специалисты. И разница между этими людьми разная. Огромная точка. Потому что, когда вот, например, ты живешь где-то в Казахстане, трактористом работаешь. И у тебя появилась возможность по каким-то бабушкиным линиям, дедушкиным выехать в Германию. Конечно, ты поедешь. Вот. А с другой стороны, там, человек живет тоже в Москве, в Киеве, инженер. Приехал сюда, с работы. В принципе, тоже попал в Германию, но опять-таки. Те же самые социальные слои. Они строятся точно так же среди русского населения здесь. Ну, в общем, то есть, людей очень много, много интересных, классных людей. Люди выезжали в разное время. По-моему, начать это все еще в 50-е годы. Есть чему поучиться у людей. Как себя русские видят здесь? Ну, кроме... Ну, в принципе, как и везде. То есть, русских знают обоих стороной. В Польше, да, и также обоих стороной. И немножко как... Ну, не знаю, не то чтобы даже не уважать. Нет, наоборот. Нам вот нафиг значит хорошо. Ну, бывают случаи, когда там... Ну, это все предрассудки, опять-таки. Особо и так турков не любят. Когда я был в Турции, я был в восторге от этой страны, от людей, которые там живут. Тут же турецкий портал целый есть, да? Да. У тех порталов лучше страной обходить, действительно. Короче, это значит, от человека зависит, не важно. Да, то есть, это все предрассудки, которые... В принципе, да, все зависит от человека. И тут уже индивидуальный подход к каждому. И потом можно какие-то вымоты делать. Молее министр объективный. Объективный. Еще последний вопрос. Точнее, вопрос... Нет, вопрос все-таки. Что ты... О чем должен знать человек, собирающийся в Берлин или в Германию? Ну, опять-таки, с турческой целью было бы неплохо знать язык. Хотя бы английский для начала. В идеале немецкий. То есть немцы, они сами по себе помогут разобраться, помогут разобраться в любом вопросе. Очень доброжелательная нация. Знаешь или не знаешь, они тебе расскажут, подручку возьмут, переведут, покажут. То есть... В этом плане, я думаю, проблем не должно возникнуть никаких. Сама по себе в плане безопасности. Страна очень безопасная. Органы правопорядка бдят. То есть тоже все на высшем уровне, на самом деле. Ну, вот я слышал, вы говорите, проблемы с интернетом, с карточками. Это просто от незнания, скорее всего. От нашего. Это просто нам так попадается, я не знаю почему. Когда я ездил в другие страны, то у меня тоже были такие проблемы, на самом деле. Потому что когда ты не знаешь, где это же находится, хотя его много, реально много на каждом шагу, возникают на первом этапе проблемы, но опять-таки поинтересоваться у людей. Скажут, покажут. И я думаю, с этим просто не будет. Конечно, следует почитать, чего не нужно делать в Германии. Потому что сильно-сильно накажут, а накажут сильно, если мы это сделаем. За что, например? Самое-самое страшное? Ну, например, нельзя... Один из ярких примеров, какой-то из символиков, кликов, представившихся Второй мировой войны Гитлер. То есть это запрещено. По Конституции. То есть это Майнкапф, запрещенная книга. И вот эту библиотеку можно читать специально. И вот эти вот выгодки, ГК и так далее. То есть за это наказывают, забирают... И вот эти вот все... Радикальные движения сейчас еще существуют, но их тоже планируют закрывать. Нацистские. Вот. В принципе, скажем так, на косячи сложно, но можно. То есть если уже будет косяк, то это что-то серьезное. Поэтому просто вести себя, как дома ведете, доброжелательно, спокойно, не искать приключения на задницу. Смотрите, с кем общаетесь, как общаетесь, в каком состоянии. И от меня еще... Подожди, подожди, я первая. От меня. Как сказать удачи и счастья? Фильглюк. Вот, фильглюк. Много счастья. А, я... Ты меня сбила с мысли. Ладно, все, мы тогда на этом закончим. Всем фильглюка. И... Спасибо за интервью. Отлично. Свет хороший получился. Да.